С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 30 августа. Международный день жертв насильственных исчезновений. В эту категорию ООН включает скрытые аресты, задержания и просто похищения людей. Также сегодня день Республики Татарстан. Праздник учрежден в 90-м году в связи с принятием декларации и госсуверенитета Татарстана. Но теперь о родившихся. 1860 год. В этот мир приходит Исаак Левитан. Художник, воспевший русскую природу. В 13 лет он принят в училище живописи вояния и зодчества. Его учителя Саврасов и Поленов. С 1888 художник принимает постоянное участие в передвижных выставках. А еще спустя десятилетия получает звание академика. В 90-е годы создаются лучшие произведения Левитана. Тихая обитель у омута над вечным покоем. В 1870 году рождается Лавр Корнилов. Военный деятель, генерал от инфантерии, участник Первой мировой войны. В августе 1917 организовал вооруженное выступление с целью установления военной диктатуры. Он один из организаторов белого движения, создатель добровольческой армии. Убит в бою под Екатеринодаром. Произвел арест царской семьи в марте 1917 года. И он организовал и возглавил белогвардейскую добровольческую армию. Требовал смертной казни для дезертиров и приказывал просто не брать пленных. 1871 год. День рождения Эрнеста Резерфорда. Первый барон Резерфорд Нельсонский. Британский физик новозеландского происхождения. Он открыл альфа и бета-лучи. Создал теорию радиоактивности. И за эти исследования в 1908 году был удостоен Нобелевской премии по химии. Вместе с Нильсом Бором он как раз и разработал планетарную модель атома. И первым осуществил искусственную ядерную реакцию. В 1954 году рождается Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь с 1994 года. Президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь с 1997 года. Главнокомандующий, вооруженными силами и председатель Совета Безопасности. Славится также своими уникальными крылатыми выражениями. Вот некоторые из них. У каждого белоруса на столе будут чарка и шкварка. Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь селедкой. Нужно, чтобы в агрогородке была горячая вода. Чтобы каждая доярка и свинарка вечером ложилась к мужику в кровать помытой. Ну и еще. Если у вас нет денег на ресторан, поговорите с девушкой в студенческом общежитии. Купите кефир и булочку. Некоторые события этого дня. 30-й год до нашей эры, дав себя укусить ядовитой змее, покончила собой 39-летняя Клеопатра. Одна из знаменитейших женщин всех времен и народов. Последняя египетская царица. Она происходила из эллинистической династии правителей, основанной еще Александром Македонским. После гибели влюбленного в нее Юлия Цезаря, Клеопатра вскружила голову и женила на себе виднейшего военачальника и кандидата в императоры Рима Марка Антонио. Когда же тот, проиграв решающее сражение за власть, свел счет из жизни, Клеопатра последовала за ним. Ибо очаровать его победителя царице уже не удалось. 1598 год. Россия окончательно покорила Сибирь. В этот день в сражении на реке Берть к югу от нынешнего Новосибирска отряд воеводы Андрея Воейкова на голову разбивает полутысячное войско хана Кучума. 1700 год. Начинается Северная война со шведами, царствование Петра I, с целью закрепления на берегах Балтийского моря. Претензии к Швеции имеет также польский король и саксонский курфюрст Август Второй Сильный, оформивший с Петром Северный Союз против Швеции. А позже к ним присоединилась и Дания во главе с Фредериком IV. Швеция была тогда наиболее мощной державой в регионе. Россия же хоть и обладала огромной армией, порядка 200 тысяч человек, но была достаточно слаба экономически, да и вооружение оставляло желать лучшего. Война получает название Северной и длится 21 год. Русская армия, начало ее с разгромных поражений, к концу так окрепла и выросла профессионально, что шведы вынуждены были заключить мир. 1756 год. День рождения первого российского профессионального театра. В этот день ее императорское величество Елизавета Петровна повелевает учредить в Санкт-Петербурге государственный публичный русский театр для представления трагедии и комедий. Ныне Академический театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. 1829 год. В Москве закладывается каменная триумфальная арка в честь победы в Отечественной войне взамен деревянной, которая сооружена на площади Тверской заставы, куда возвращались из Западной Европы солдаты. В 1966 году она переедет на Кутузовский проспект. 1832 год. При огромном стечении народа на Дворцовой площади Санкт-Петербурга силами 2000 гвардейцев и 400 рабочих установлена Александровская колонна – памятник победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, созданный по проекту Монферрана, высеченный из цельного куска гранита в каменоломнях под Выборгом. 1963 год. Чтобы уменьшить риск случайной ядерной войны, между президентом США и советским премьер-министром устанавливается так называемая «горячая линия». Это случилось после Карибского кризиса. Обмен сообщениями на линии происходит только в текстовом виде, а не посредством голоса. Из Москвы в Вашингтон текст уходит на русском языке, из Вашингтона в Москву на английском. Перевод каждая сторона делает самостоятельно. В начале 70-х годов прошлого века телетайпы были заменены на настоящий телефон. С появлением спутников связи в 1978 горячая линия становится каналом космической связи. Для контроля исправности этой линии по ней постоянно, круглые сутки, передаются произведения литературных классиков. 1984 год. В США в рамках программы Space Shuttle впервые осуществляется запуск космического корабля многоразового использования Discovery 1. На момент последнего полета Discovery был старейшим из действующих шаттлов. Он назван по имени одного из двух судов, на которых капитан Джеймс Кук открыл Гавайские острова и исследовал побережье Аляски и северо-западной Канады. 2001 год. Во Франкфурте, Германия, состоялась презентация купюр и монет евро – новой валюты большинства государств Европейского Союза, которая появилась в обращении с 1 января 2002 года. Чеканить же монеты евро начинают во Франции гораздо раньше – 11 мая 1998. И последнее. В 1918 году в этот день произошло покушение на Ленина и убийство Урицкого. Председателя Петроградского Чека убивает молодой поэт, говорят друг Есенина, в знак протеста творимому Чека произволу. Убийство Урицкого повлекло за собой первый массовый расстрел большевиками-заложников. Это 512 человек. В отношении покушения на Ленина долгое время считалось, что оно было совершено по заданию контрреволюционных сил. Убийство совершила якобы Фанни Каплан, которая была арестована тут же на трамвайной остановке на Большой Серпуховской улице. Арестовавшему ее рабочему Иванову она заявила, что это она стреляла в Ленина. По словам Иванова, на вопрос, почему приказанию это было сделано, она ответила, по предложению социалистов-революционеров. Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью. При обыске у Каплан обнаружили браунинг, железнодорожный билет, папиросы, записную книжку и мелкие личные вещи. Однако многое в этом покушении вызывает удивление. Появилась даже версия, что это была организованная акция небезведома самого вождя, чтобы получить повод для развязывания красного террора. Вот оно как бывает. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».